Накануне за час до полуночи в пяти верстах западнее Екатеринбурга в Палкино в окраинном старинном поселке с небезынтересной историей, говорят, Палкинское поселение основал разбойный атаман Мишка Палкин в 16 веке с парой прочих московских татей вместе с их семьями, сосланными на Урал, где они, кстати, продолжали разбойничать с кистенями на большой дороге, позже нареченной московским трактом. Так вот, в Палкино ночи вспыхнула из бана отшиби. Вышли от брата, смотрим, зарево, думали, горит баня, но горел, соседний дом горел. Сразу я позвонил, 911. Пока брат Владимира выяснял, есть ли кто живой в пылающей избе. К счастью, обитатели того дома вовремя выбрались из огня и пламени. Добрые соседи-погорельцев, два дюжих молодца, на скорую руку вооружились лопатами и пытались снегом огонь забросать, но вскоре осознали тщетность своих усилий. Пока огнеборцы мотали за водой, которой, как водится, поблизости не оказалось, пламя с одного дома с банькой на соседней перекинулось. Как назло, с вечера ветрище задувал злой и колючий. Так что очень скоро, несмотря на все сторони пожарных, два соседских дома, один из которых, кстати, в эту ночь оказался безлюдным, сгорели дотла. 150 квадратов еще с вечера жилого пространства превратились в сплошное почерневшее от житейской скорби пепелище. Непожарный гидрант. На реке оборудован подъезд с асфальтовым подъездом, бетонные кольца для забора воды. Местные мужики не исключают, что в полночь неведомый им злодей мог выйти из чащи лесной. Сгоревшие избы как раз на опушке приютились. И поджег крайний дом, а потом скрылся в лесу, как это было в начале декабря в колсадах в окрестностях московского тракта. Тогда в садовых товариществах за одну ночь сгорели четыре домика, а в снегу сторож заприметил следы, кажется, 43-го размера. Хотя более правдоподобной выглядит на этот раз версия о банном воспламенении на одном из частных подворий. Но точнее об этом скажут пожарные дознаватели. Правда, позже. Лишь в шестом часу утра огнеборцы 20 душ на пяти Уралах смогли покинуть истерзанную огнем улочку в Палкино. Отца основателя которого, разбойного атамана Палкино, согласно некоторым историческим хроникам, знавал сам Иоанн Грозный. И даже больную грамотку, якобы Палкину с сотоварищами подписывал. Продолжение следует...